Это то, что я хочу сказать в самом начале. Если говорить о себе, я родилась в Казани. И если я говорю о себе, я знал, что ты в Казани, в Руссии. Да, это Республика Татарстан. Это Татарстан, в Казани, в Руссии. Поэтому когда здесь сегодня закричал Моэдзин, это мне близко для Моэдзинка. Я закончила Казанский университет, я пилолог. И сеймала университет в Казани, в Пилоте. Это тот самый единственный университет, в котором учился Ленин. Но он учился там недолго, всего один месяц, а я ему закончил. Это университет, где он был Ленин, но он был в Руссии, но она была в Руссии. И я дважды не поступила в Институт Киньотографии в Москве. Я 10 лет во всю свободное время одна ходила по Таиге. Я была книжная девочка из книжной семьи, в какой-то момент я поняла, что мне нужно непременно проверить, похожа ли книжки на жизнь. И была на мишпаха, что кроу шам в Моэдзинка, и я была хаилет ледок, что в Моэдзинке, что в Моэдзинке, это в Моэдзинке, это в Моэдзинке. И когда произошла Пэристройка, тогда отменили первые отделы. Вот те, кто постарше и жил в Руссии, помнят, что такое первые отделы. Мы ждем в Моэдзинке, как, у нас ждем этого первые отделы. В Пэристройка занялось혀 никаким сказать про Таиге. Вместо этого эксперимента Моэдзинка, она знает, что она не знает. в первые отделы там сидели, откровенность бывшие офицеры, и следили чтобы твой профессия соответствует в этом году. Уау. Это интелк. Моэдзинка обладают немужчанами, которые берут, и которые учились здесь. да, так как у меня не было дипломы, то снимать я не могла но когда случилась пилистроикка, первое дело закрыли и я сняла снимать. Мне было 40 лет, когда я снила первый фильм Потом я поняла, что это очень хорошо, что так все произошло, потому что мне не пришлось снимать никакую пропагандистскую, вот, фильмы с пропагандистской ритурой. Я начала снимать свою кино без диплома и как-то все получилось очень без... мне бы хотелось, конечно, вам рассказать какие трудности были на моем пути, но трудностей не было. Хотелось бы рассказать вам, какие трудности у меня были на моем пути, но не были. Да, я достаточно... легко мои фильмы попали сразу же на крупные фестивали европейские и меня пригласили в Москву работать в одной из московских студий, с тех пор я переехала в Москву и живу там. Ну, надо сказать, что эти 10 лет поражения одинокого в тайге мне очень пригодились. Да, потому что когда ты с медведем или с болтом просто разговариваешь вот так как на дружеской ночи, то дальше тебе уже ничего не страшно. Когда ты говоришь о жене с зоевом или домом, то ты не можешь больше не поменять. Что... мой опыт подсказывал, естественно, что, наверное, надо в кино приходить в зрелом возрасте, но опыт педагога сказал о другом совершенно. Она чувствовала, что для каждого момента нужно быть в фильме очень глупого, но миссион в шинопе, миссион в шинопе, что она сказала. Когда на первый мой курс пришла девочка, которая выглядела, вроде бы, совершенно сумасшедшей, и я ее взяла, знаете, вот так хочется, чтобы... ну, только чтобы ребенок не повесился, да, вот пусть сидит, да, ну вот она вся такая, только бы не повесился. А потом очень быстро я поняла, что это очень талантливая девочка, ее зовут, если вы смотрите, следите за российским фильмом «Валерия Гай Германика». Она была одной из моих первых учениц, и она была очень юной, очень юной, и невероятно талантливой. И я поняла, что не нужно ходить 40 лет по лесам для того, чтобы снимать хорошие фильмы. Поэтому сегодня мы принимаем школу, и ребят, которые только что закончили школу, и ребят, которые только что закончили школу, которые не имеют высшего образования, и саркалитных талантливых людей. И это очень важно, что вместе учатся люди разного возраста, как совсем. А теперь я спрашиваю, потому что я много говорила, что ему кинул уже не буду с вами. Да, давайте вот, единственное, что мы тут разговаривали и решили это спросить у вас. По тому расписанию, что повесили, да, там было так, мы сначала показываем первый 30-минутный фильм, и потом что-то похожее на мастер-класс, и дальше уже полнометражный фильм. Мы будем работать так же, или есть предложение сразу показать два фильмы, и потом мастер-класс. Рега, мне нужно будет ответить. Мерина отвечает от вас, как мы можем moder same-классить сегодня? Мы рассуждали сегодня, чтобы мы видим середка, середка, и середка, середка Арук, а что мы открываем все, и седка. насчет берет, берет. 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 Боже, кто хочет, чтобы это был рецепт? Брецепт. Кто не хочет, чтобы это был рецепт? Я думаю, что это менее. Патриот. Патриот. После этого, мы опять с вами тем, кто хочет поговорить, и, окино, что вы увидели. И, в принципах работы нашей школы, потому что не есть что сказать вам. Патриот, в этом мы говорим о том, что мы говорим о тренировках, а также о типовонах об работы, потому что вы не видели. Потому что есть еще что-то сказать. Первый фильм, это вообще не курсовая работа, это первая работа. Девочка приехала к нам из Воронежа. Она мне показалась очень талантливой. У нас всего два бесплатных места в школе и одно из бесплатных мест она тогда взяла. Она действительно оказалась талантливой. Вот она сняла этот фильм, который немножко вопреки принципам школы. Потом, когда мы с вами будем говорить, я скажу, что это за вопреки. Она была вопреки, которая была в Москве, в Воронеже. Она была вопреки и была очень интересная. И она была вопреки, что есть в Лимузине, где люди приходят и не приходят в Лимузине. Она была вопреки, поэтому она была вопреки. Итак, давайте прожжем лететь. Второй фильм, последний Лимузин. Восердце второй фильм, это Лимузин. Очень мощная социальная драма. Драма, которая стала нашей драмой, потому что это практически единственный фильм режиссера. Даша умерла в январе этого года. Но этот фильм, в любом случае, в любом случае, это очень мощная драма. Один из случаев фильм сделан из-за времени существования нашей истории. Мы не смотрим на этот фильм в том, какой-то шейн-эхаке, для кого-то напитал, а потому что это действительно очень мощная драма. Один из лучших фильмов. Один из лучших фильмов. И снимает здесь фильм. Мы с ней не виделись давно. Мы с ней, поэтому попьем хоть. Пока будет все скоро. Мы с ней помним. Мы с ней помним. Вот эту драму, которая... Иначе не была бы снята. Вот понимаете, хороший документальный фильм, но на самом деле снимается очень долго. Она может сниматься пять лет. Она может сниматься семь лет. Десять. Это. И у меня есть, наверное, если у меня все остались, если у нее спросить, а то есть отправилась, и у нее решила, что решила, а в целом, с этой, в течение времени. и она была вошла за две сетчиках, после этого? В прошлом, ониkie QUEI. Коментальный, и она не будет посчитать, что после этого фильма было еще раздражено второе, что это было от кадрового, internship, Я хотела спросить, во-первых, кто оператор фильма, кто же студент или кто-то приглашён на изменение. И вообще в документальном кино, как суть отношений режиссёра и оператора? Это же не совсем остальные какие-то ракурсы. Это очень наш вопрос. Спасибо. А, на своё интервью, я не могу сказать. . Субтитры создавал DimaTorzok Особенно для нашей школы У нас учатся ребята всего год и два месяца Это весь период обучения За это время они должны снять два фильма И сделать очень много работ По всем предметам В этот период они должны снять две сферы И делать много работ в институтах Фильм снимает один человек Смерть на сфере Беллан-Хан Не съемочная группа Не съемочная группа Молодой режиссер он как одинокий волк В этом мире Он должен быть один Для того чтобы люди померили ему Потому что гораздо сложнее Когда входит целая профессиональная команда Глава в квартиру Во время учеба фильм делает один человек Все делает один человек Начиная от замысла Режиссуры Съемки Зайписи сзбук Монтажных работ Все делает один человек Это обязательно Условия Вовремя учеба Поэтому все студенты у нас очень неплохо владеют камеры Мы работаем маленькими камерами Я очень благодарна техническому прогрессу Которые позволят получать очень хорошие качества От маленькой крошечной камеры Которые практически умещаются в вас Но когда они выходят Когда они получают титул Они имеют право уже снимать с операторской группой Если это необходимо Как в этом фильме Фильм снимался три года И понятно, что такие огромные цеха Здесь необходима была операторская группа Но в мае лекарство Время третий год Они не уходили Два оператора закончили нашу школу Картежиссуры Шесть оператора была дирушка, она была выпускница в ГИК, операторского факультета, и она работала немного, потому что потом она родила ребенка, и уже перестала снимать. Она работала в ГИК, и она не была длинной, потому что она была ребенка, и она была ребенка. Самое сложное отношение между режиссером и оператором были как раз с этой девушкой очень профессиональной, но с совсем другой школой операторской. Я работала в ГИК и из-за этого тренинга, потому что ребята в нашей школе умеют ловить жизнь, умеют ловить моменты этой жизни, умеют очень близко подойти к человеку, так чтобы человек не раздражал. Пожалуйста, камера. Операторской школы в ГИК, направлены на свет, на систему образов и так далее, поэтому вот здесь были тренинги, надо было научить эту девушку хуже снимать. Спасибо. 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 Смотрите. Какая ритмическая почти полетная структура там. Как они чувствуют тело друг друга. Тело движения. Вы помните как эти слепые братья которые не видят друг друга вдруг делают одинаковые синхронные движения рукой. Это вообще похоже на танец. Это невероятное какое-то пластическое единство. Она замечает эту пластику. Она фиксирует ее. Она фиксирует ценность этой жизни. По разному можно смотреть на людей. И это очень интересный взгляд на самом деле на эту жизнь. И смотрите. А было бы это если бы мы добрые поместили их в интернат. Всех от добра же полного хотели бы поместить в интернат. Чтобы женщине было легче. Она тоже слепая. Да. Но она умная. Она взяла на себя заботу о братьях. А братья бы поместили отдельно естественно. Зачем им быть вместе. И как бы разрушилась эта гармония. Разрушились эти ритмы. Как они умерли бы уже давно. Если бы мы проявили свою добродетель. то, что она умерла. То, что она умерла. Мы хотим показать их гармонию в их отношениях, их размеры в их жизни, и в том числе, что они проводят вместе, пока что это действительно относится к тому числе. И если мы действительно хотим улучшить их жизни, Мы делали их в какой-то степени, который был более хорошим. Мы делали этот ремонт, делали их гармонию, и мы делали их в какой-то степени, и мы делали их в какой-то степени. Они были мутны. Недавно жюри на фестивале «Послание к человеку», который проходит в Петербургу, состояло из трех крупных философов. Цвета считаем, что в фестивале «Кульманут Яуды» «Мессер Лаграна», и философ Михаил Эн-Польски, который сейчас преподает в Нью-Йорке, сказал документалистам, «Вы должны подумать, как ужасно выглядит гуманизм в ваших фильмах». И философ Михаил Эн-Польски, который сейчас преподает в Нью-Йорке, он сказал, «Как ужасно выглядит гуманизм в ваших фильмах». «Как ужасно выглядит гуманизм в ваших фильмах». «Я много говорила, вот молодой человек хотел задать вопрос, если я вас не заделу...» «Нет, нет, я самому-то, я не знаю, я хочу сказать, вот студенту с топором, как бы, то есть, как будет там, который снимает, как студент с топором». «Ответит, это тоже интересный...» да». «Есть по-шелу, что делать для студентов в Нью-Йорке?» «Как же делать для студентов в Нью-Йорке?» что он говорит студенту, и не гордится, что он делает?» «Даже более маленький вопрос, она там шла через Лужу, и было очень трудно идти, и было физическое желание вытащить в экран и помочь». «Да, да, да, да. значит…» «Ну верно… что она… режиссер, это было не менее чем-то». «Да, но если она режиссер, она снимает, а если бы «нецесска» то поможет ей. «Ну, как ты…» «Он не точно…» «— « — это вопрос о гуманизме, тот же самый гуманизм». потому что гуманизм на самом деле это действие который идет до конца если вы хотите ее переводить до конца то вы должны не приводить до конца ее и в своей жизни или создать условия чтобы это уже не было ваш один шаг который вас делает я не к вам а к условному вам естественно обращаюсь ваш первый шаг добродетельный который вас делает для себя таким человеком добрым так и останется только этим одним шагом а она будет еще 20 лет ходить через эту луфу где-то граница проходит на топорик а это интересная штука что это вообще вопросы задаются только в русской аудитории вот это очень интересная если вы хотите быть эмонами если мы уже хотите быть эмонами то мы должны уйти до конца и если мы хотим поддерживать свою собственную жизнь которая будет уйти в шагу и обоих ее в шагу и обоих ее в шагу недавно совсем где-то разговаривать по-моему во франции вот я была сейчас на фестивале и там я думаю чушь никто вот про это не спрашивает и питание кто не спрашивает и в америке не спрашивает и в актере не спрашивает в россии и в любой русской языке нету то есть спрашивают про режиссерскую мораль вот а а марина אומרת что а 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 и а что с а б а а у а а а а а а а а Моральный человек, в том виде, в котором вы его хотите видеть, очень часто без спроса вступает на чужую территорию. Бенадам мусори, как мы хотим увидеть его, улейтим кровот нехназ на территорию пратит, чем кто-то другой, без наказания. Невоникая ни в что, ни в какие подробности, ему кажется этому моральному человеку, нашему условному моральному человеку, что он точно знает, что нужно герою, а чего не нужно. Блин, что он не знает, что он не знает, что он не знает, что он не знает, что он не знает. В нашей... сейчас я говорю. У нас в мастерской девочка сняла одну из лучших работ за последние годы, она называется Милана. Милана. Там речь идет о семье Бродя, в которой растут семилетние девочки. И там есть сцена, которая задевает всех. Весь шанс сцена, что ее мертвует от... Когда пьяная мать, нищенка, ей всего 25 лет, но она такая огромная, деваха и кажется, что старшая, бьет свою дочку за то, что она не очень апрятная. Она говорит о том, что она не знает, что она похожа, но она только 25 лет, она не знает, что она не знает. И обязательно скажут какой-то зритель и говорит какой-то трава, вы имеете снимать, надо было остановить эту тексту, не разрешите идти в него. И всегда есть кто-то, кто-то сказал, что он сказал, как вы могли это делать? Вы должны снять эту тексту, что-то это было. Вы спросите, но в целом вы простоете эту тексту? Но в России есть. А я помню, как во Франции, когда мы тоже показали, я спросила, кого-то смущает этот эпизод, никто не поднял руки. Когда я спросила, о чем этот эпизод, ты какой-то совсем молоденький фарниш, ты сказал, он на любви. И он проанализировал этот эпизод, он действительно не такой простой, как кажется защитником морали. Девочка ложится рядом с матерью, прижимается к ней, и в это время мать начинает выяснять, почему она не там положила расческу, почему у нее накрашенные ногти, почему она ее грызет. Мать говорит, что возбуждается, и посреди этой речи дают дочери очень сильную плюху. Девочка не убегает, хотя она очень быстрая и стремительная. Она запросто могла убежать от матерью, но она продолжает не прижиматься. Она только вот так хватает ее руку и говорит, мама, не надо, я еще не взрослая. И это действительно пробегу, она ее как-то защищает от самой себя. Вот она все время держит ее за руку за то, которое как бы готова ее еще раз ударить. Это действительно эпизод про любовь, потому что это тупая девочка, вечно пьяная. Ее ведь никто не научил как жить надо, как любить надо, но она хочет, чтобы дочка жила по иному. Она хочет, чтобы она заплетала волосы, чтобы она все держала в чистоте, но она не понимает, как это делать. Но это действительно, что она, потому что она всегда, которая... cultureлась и перемьба, и она любит себе жить с древней, но она, скорее всего, хочет, чтобы она... ...второй жить с древней, и жить с другими, жить с другими, жить с хорошими, жить с хорошими. С древней, в стихии, в стихии с древней. Нашим в жизни, не только режиссеры, но и наши в чужую, любую жизнь, дружескую, семейную жизнь и так далее, каждый решает по разному, и каждый раз это решение его собственное, и он за него отвечает. Так же, как режиссер отвечает за собственное решение, снять этот чистот или вмешаться в эту жизнь? Был такой спор, не между ними, а существовало параллельных процентов между двумя очень большими режиссерами, это Андрей Витарковский и Атара Мерсилиани. Когда был снят фильм Андрей Рублев, то кроме всех остальных претензий, были претензии общества защиты от животных, потому что в кадре горели реальные живые коровы и ломали ноги реальные лошади. Когда был снят фильм, Андрей Рублев, то есть, когда был снят фильм, они собрали там параллельные живые коровы. Тарковский говорит, что он взял это все с эскатопойника и этих лошади и коров должны были убить, и тогда кто-то сказал ему, но это бы сделали не вы. Он взял это все с эскатопойника и сказал, что он не так любил его. Он сказал ему, что он не так любил его. Параллельно, кто-то из журналистов взял интервью у Атара Мерсилиани, который только что снял несколько своих блестящих фильмов. Он еще не жил в Афранции, вот он сказал, перчев от раздам. И спросим, что бы вы сделали ради кино и что бы вы не сделали ради кино? Я тоже не знаю, но кто-то из журналистов взял интервью у Афранции, что бы вы сделали на эту историю. что он мог убить птицу, если бы я умирал от голода в лесу. Но никогда не мог бы убить птицу ради кино. Я бы мог сжечь дерево, если бы умирал от голода в лесу, но никогда бы не мог сжечь живое дерево ради кино. Я бы, наверное, мог убить человека, если бы он нападал на меня, но никогда бы не сделал это ради кино. Это абсолютно две разных философии. Обе из них родили блестящие фильмы. Гениальное, ну, все что угодно. И тому, и другому мы можем отрисовать, как бы вот этот сумм определений. Но это разная философия. Для Иосифиане жизнь больше, чем искусство, а для Тарковского искусство больше, чем мужество. Кто их может судить, кроме них самих? Кто может отвечать за ним, кроме них самих? Какой же коллега? А? А вы? А? ГОВОРИТ ПО-АНДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Другое касается, режиссера – это такой орган для восприятия. И когда вы сказали, что он должен погружаться полностью и быть частью процесса, то, что вы делаете, чтобы люди его не замечали. Как вы объясняете молодым режиссерам, чтобы они не потеряли себя? И это, мне кажется, какой-то определенный стресс и нагрузка очень большая, моральная. Когда ты все это воспринимаешь и должен оставаться в то же время немножко независимым, как режиссер. То есть как вы учите молодых студентов держать вот это вот расстояние все-таки, чтобы сохранить себя? А почему надо так сохранять себя? Это что за функция сохранения для себя постоянно? Ну, я представляю, что… Ну, первое. Не надо уж так думать о собственном самосохранении. В этих вообще мыслях может пройти вся жизнь. И ничего не случится тогда с вами в этой жизни. Я говорю, что, во-первых, не нужно все время для того, чтобы вы обеспечивали себя. Потому что, во-вторых, вы сможете обеспечить себя. Потому что, во-вторых, у нас есть интересный тест, с помощью которого мы принимаем или не принимаем к нам. Нас совершенно не интересует интеллектуальное наполнение режиссера. Это все можно набрать, приобрести и так далее. Мы задаем вопрос. В жизни вашей была какая-то драма взрослая, уже после 18 лет? За детские драмы вы не отвечаете. Вот ваша жизнь была драма взрослая. Мы шоулема, шеулема, האם в жизни, в жизни, у тебя есть драма в гиле… 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 В чем заключается драма? Ну, она была для меня личная драма. Личная, только личная. Мы не говорим об общественных драмах. Ваша личная драма. В чем была? У меня умер папа. Умер папа, да. В тот момент, когда вы узнали, что папа умер, что вы делали? У меня была очень маленькая… The драма, после 16 лет. В гиле… Во-вторых… В гиле… В гиле… drаме 18 лет. А В гиле… Это только скиатр. Вопрос, слышите, это была драма? Нет. Совсем нет? Вы так сохраняете себя? Нет, просто мне кажется, что драма, если о ней говорить, то это должно быть что-то весомое. А так это каждый день человека, не знаю, можно сказать, какая-то внутренняя драма, хотя для другого это может быть абсолютно... Не надо для другого, вообще не думайте о других, перестаньте думать о других все время. Подумайте о себе немножечко, да? Мне нравится думать о других, мне нравится анализировать все. О себя поанализируйте. Чего же вы все других-то анализируете? Давайте про себя. Поанализируйте себя. Мы бы вас не приняли после этого диалога. Скажу почему. Это не обидные вещи. Значит, режиссер — это в некотором смысле такой нехороший человек, который, как все люди, проживает в собственном драме, но, в отличие от всех людей, он еще со стороны следит за ней. У него появляется как бы некий еще второй класс, который наблюдает за тем, как он сам переживает драму. Он идет, запоминает, для того, чтобы подарить своим героям, чтобы распознать в своих героях эту драму, и так далее. Банай, он может быть ребенок, ребенок, не только кто, может быть, но ребенок, который не только живет в его драме, но и может быть, он также может возглавить эту драму. И в силу этой драме он может возглавить эту драму и он может возглавить эту драму. Когда мы задаем этот вопрос, и студент говорит, да, была, но так как в основном молодые люди, тут, как правило, драма расставания, девочки с мальчиками, мальчиками с девочками. Благодаря студентам, в целом, люди, в большинстве случаев, в большинстве случаев, это драма-драма, это было так, как вierдут, в первых детей, но и в первых детей. Ах, это, что нам говорит, да, у меня была драма, у меня брошу мальчик. Мы просим ничего не рассказывать за чувства. Мы не хотим ничего не рассказывать, а мы решим. А мы в очень быстром темпе спрашиваем, каких нас был мальчик в тот момент, когда он сказал, что он тебя бросает, что-то держало в руках, что было в окне, что ты видела в окне, если это происходило рядом с окном, что было в тот момент, какие действия были. Не чувства, а действия, потому что режиссер запоминает пространство и действия в минуту времени. Нет уже. Нет уже. Это вообще свой способ художника. Я когда-то подростком прочитала дневникак Танцтова, совершенно поразившую в меня запись. Он писал, если помните, там был, у него много было детей, но все уже были взрослые, был последыш маленький Ванечка, который в семь лет умирал и та медицина не справилась с его болезнью. Я не могу сказать, что это в целом. Это в целом. Это в целом. Он сидел над телом, организирующим моего маленького ребенка, которого я очень любим. И с ужасом понял, что я запоминаю каждое движение в его телце для того, чтобы подарить его потом вынуждены герою. И это ужасно. Я не могу сказать, что он был на руке, на руке, на руке, на руке, на руке. И потом, он понял, что он смотрел и пытался искать каждую тенуру этого ребенка, чтобы после того, чтобы отдать это для кого-то из его гибористов. И это было ужасно. Никакого отношения к морали этот эпизод не имеет. Это не связано с мусором. Это просто нормальное приспособление художества. Это, в целом, это текуна региона Шенома. Это я поняла позже, потому что, в общем, тогда меня совершенно поразило, потому что практически все дети морализаторы, но очень плохо, если они доживают до взрослого возраста. Я хочу спросить по поводу зоны змеи. И вот существует какой-то опыт у режиссера, то есть что он вырабатывает, чтобы определить, как бы, с зонами и конкретным человеком. Либо это как бы экспериментальным путем каждый раз. Ну, все ближе, 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 но как, типа, вдруг сломается. А потом получится. Ну да. Как понять, типа, идеальное расстояние? Когда еще не далеко, но уже не слишком близко. Типа. Ну да, у меня первые студенты, естественно, какие-то экспериментальные. путем когда они примериваются присматриваются пытаются понять а когда ты снимаешь долго кино туда уже понимаешь как ты должен подойти и насколько это расстояние не обязательно измеряется сантиметр это возможно сколько тебя пустят вообще к себе насколько пустят рассказать о том о чем никто никому раньше не рассказывали и не показывали это интуиция у режиссера должна быть очень богатая интуиция он как бы хватает этот мир и понимает сейчас и папашки тапором дадут или пустят свой мир вот на этом этапе ты в зоне риска но режиссер всегда на самом деле это очень рисковая работа как-то для своего психологического состояния так и напротив физического когда ты вот что-то не успею делать в общем снимать лучшую трезвую видишься в зоне риска работают в общем трезвую не понравилось он не понравился в зоне риски он не понимает что в начале, как мы начинали уменьшим то, что мы рассмотрим и девицы, Genw, они будут если они понимаете, то что они не комментируют мы с первой в реализации о том как говорится и cabin. Бен-адам. В этих мерахах мы не будем говорить о нем, это не о чем-то мерахах. Это о чем-то, в принципе, о чем-то мужчина может... ...ликона для кого-то, чтобы он был подчеркну. И о чем-то он не сможет... ...как он не может подчеркнуть. И, в общем, мы начинаем себя чувствовать и чувствуем... У меня сначала было два вопроса, если я походу от 12.3, продолжение темы начатой. Почему, грубо говоря, помнить свою драму, я понимаю, почему это важно для Толстого, почему это важно для режиссера игрового кино, который будет воспроизводить это все, почему это важно для режиссера-документариста, если его цель не воспроизвести, а фиксировать то, что он увидит чужую драму? А что он увидит? А вы думаете, что вы видите абсолютно то, что вам показывает жизнь? Или вы видите то, к чему привыкли? Что привыкли видеть? Что вы видите? Вообще есть вопрос о конструированной реальности. Любой режиссер тоже конструирует собственную реальность. Вопрос. 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 Это в условном истории. Произошло убийство. И мы пытаемся понять, почему убил этот человек. Чем мы начинаем заниматься? Чем занимается русская культура? Постоянно занимается поиском стоков. Причинно-следственная связь. Он кошку вешал, нашли свидетельство, что вешал. Он кошком лапки отрезал, нашли свидетельство, что отрезал. И это становится причинно-следственная связь. И значит, он мог убить женщину, труску, неважно, потому что повесил кошку. На самом деле, это полная ерунда. И если вы внимательно отнесетесь к себе, проанализировав свою драму в разных ситуациях, вы вдруг поймете, в какой ситуации вы готовы убить. Допустим. Вот это, кстати, очень интересно. Мы же часто говорим, ох, убил бы сейчас. К счастью, среди нас больше все-таки латентных убийц, а не настоящих. А так-то вообще бы часто происходит. А за что бы мы убили? Почему бы мы убили? Что это за моменты жизни, в которые мы готовы убить? Что это за моменты жизни жизни, в которые мы хотим убить? Имя Шантали Акерман говорит кому-то что-то? это блестящий авангардный бельгийский кинорежиссер но я не про ее самоубийство у нее есть фильм, не воспроизведу название, улица такая, дом такой и так далее на великсе в поиске Шанталия Керман увидите название этого фильма и там это трехчасовое кино, оно игровое, сделанное как документ оно анализирует причину срыва человечества почему, по какой причине может человек так сорваться, что уже назад утенит мы живем все внутри какого-то ритма этмического поля но очень часто не отдаем себе отчета как мы подчинены этому ритму, какими рабы этого ритма но мы не знаем, что мы не знаем, как мы работаем на это в фильме Айкерман, три части первая часть целая идет, она живет, ее героиня, женщина средних лет, живет с сыном подростком утром она встает, делает ему яичницу, кормит, отправляет в колледж сама идет на почту, пишет письма, отправляет родным потом идет в кафе, пьет чашечку копия, потом ровно в пять часов она смотрит на часы после звонка в дверь приходит любовник, видимо она этим зарабатывает потом он уходит после совершения полового акта потом приходит сын, она его кормит, говорит о том, что произошло за день я не знаю, что спец, это чашечка первая часть, вообще, в корпусе, она ребенка, есть ребенка есть ребенка, есть ребенка, он идет к кафе он идет к каждому снашению и тогда мы смотрим на «день вечера», из ее жизни что в вечере она начинает ерухать в вечере, и тогда она уходит в дуэр, и тогда она уходит в кафе, и уходила в дом, и она уходила в дом, и она уходила в дом, и уходила в дом, и мы говорим о том, что случилось, и о том, что случилось. Вторая часть, точно так? Только там все время, какие-то происходят. Сковоротка упала, почта закрыта в кафе, в котором нет никого. На ее месте сидит чужой человек. Это ее разгражает. Это вторая часть, и это точно так же, как первая часть, но она установлена какие-то проблемы, как, например, например, на фоне, или в дом, или в дом, или в дом, или в доме, или в доме, или на фоне. место, да, любовника аплодирует на 5 минут, она смотрит на часы, 5, 5.01, 5.02, 5.03, 5.05, 5.05 он приходит, они совершают половую акт, а она его душит. Все, понимаете? В следующем году, это все уже, в этот пункт. Но это еще, она будет снова разрушена за эти проблемы. Можем выяснить с это, что не только на мелком, но и на ногу, но и на ногу. Но и на ногу, и на ногу, и на кожу, и на кафе. Но совершенно много, но только в межу, в межу, и на ногу. И это закончилось в сцене Маэр, который пришел в 5 часа, и он умер в 5 часа. И когда он пришел, то сцена секс между ними, он просто разговаривает. А все потому, что какой-то гад сидит на ювестии в кафе, какой-то человек закрыл почту и не открывает, и он приходит на 5 минут позже. Она находится на территории разрушенных ритмов. И все потому, что кто-то сглал двор, и кто-то лежит в кафе, и он умер в 5 минуты. И в конце концов, это говорит о том, что она находится в кафе. И никакие причины следственные связи нам не помогут понять, почему она убила своего любовника, совершенно ни в чем не виноватого, кроме опоздания на 5 минут. для чего мы должны проанализировать сначала свои собственные драмы. Что с нами случается, когда мы утром опоздали на октобус, когда компьютер сожрал написанный лист диссертации, когда то-то, 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 когда мы совершенно изжеваны этими сорванными ритмами. Что мы в этот момент можем сделать? Мы можем сделать кучу непоправимых каких-то глупостей. Для чего нужно изучать себя? Особенно в момент напряжения наибольшего, в момент собственной драмы, для того, чтобы понять позицию другого человека, что с ним случилось. что с ним случилось? что с ним случилось? что с ним случилось? что с ним случилось? что с него не позволяет нам понять почему она утром рвала в нас. и по тому, на самом деле, ответ на вопрос о том, почему мы должны, сначала, понять, на самом деле, на самом деле, и понять, по другим людям, потому что мы должны изучить себя, изучить лицо, что случилось, когда мы думаем, что мы думаем, как, например, мы идем в автобус, Это очень важно для нас, потому что в этих ситуациях мы делаем всяческие действия, которые не учатся. И это очень важно для того, чтобы понять это, чтобы понять остальные, которые он занимаетесь. Вопросы? Учитывая, что уже 12 часов. У меня еще два вопроса технических. Вы сказали про штатив, что у вас в школе это запрещено. Есть ли для документалиста вашей школы понятие технического брака? И может ли кадр быть отвергнут только из-за технического брака? Или нет никакого технического брака, который может помешать браку? Второй вопрос, позволите ли у нас в школе менять порядок? То есть если что-то фактически было после B, после А, может ли мы при монтаже ставить B в период А? Вопросы? 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 понимать как с ним общаться понимать как выстроить сюжет самое сложное документальное кино построить сюжет человеческая жизнь часто умещается в знак тире между знаком рождения и даты рождения и даты смерти а что в этом знаке тире если какая-то драматургия а вы пришли в данный момент а все события были 30 лет назад а мы не допускаем просто рассказа событий а каким образом вы можете об этом важном рассказать без синхрона то есть не спрашивая вот это я считаю наиболее важным да и контакт с человеком контакт обязательный потому что мы для этого убираем вообще слова художник большой буквы и вообще любой пафос убираем из профессии потому что этот пафос очень мешает контакту режиссер-эндокоменталист с комплектным героем уверен-эндокоменталист с комплектом Мы говорим, что это технически. Но если внутри этого технического брака есть попытка какого-то очень интересного наблюдения, то мы просто говорим, что если бы не было, допустим, этого расфокуса, то этот эпизод был бы сильнее. Тогда потом, уже научившись первому сюжету построению и так далее, он начинает думать и об этом. Но это, на мой взгляд, всегда не на первом месте. Поэтому не ругай. Можно ли менять порядок материалов? Да, порядок можно, но изменение порядка должно быть оправданно. Оправдана драматургия, ради чего это поменено. Здесь, как вы быстрите рассказ? Документальный кино не имеет никакого отношения к реальным отражениям жизни. Документальный кино не имеет никакого отношения к реальным отражениям жизни. Документальный кино не имеет никакого отношения к реальным отражениям жизни. Документальный кино не имеет никакого отношения к реальным отражениям жизни. Документальный кино не имеет никакого отношения к реальным отражениям жизни. Документальный кино не имеет никакого отношения к реальным отражениям жизни. Документальный кино не имеет никакого отношения к реальным отражениям жизни. Допустим, Саша Симонов на экзамене, который снимал все последние картины Алексея Балабанова, он считает, что наши ребята снимают так, что он, как профессиональный оператор, вообще не понимает, как они это снимают. А наши тоже не понимают, как они это снимают. Это такая, скорее всего, уровень интуиции, потому что это все-таки режиссеры-операторы, а не операторы, которые взялись заниматься режиссуром. И здесь акцент на режиссуру, но снимают они живую жизнь настолько полноценно, точно, акцентируясь на самых каких-то важных моментах этой жизни, которые нужны для сюжета, что, допустим, если это просто профессиональный оператор, то он часто за этим не успевает, потому что профессиональный оператор у него на другой акцент, а не на это. Мы набрали команду преподавателей очень высокого качества, но которые уже начали понимать, что, допустим, в монтаже можно все. Там может быть огромное количество ошибок, если эти ошибки работают на сюжет, если они помогают сюжету, не разрушают его. И в то же время чистый монтаж может помешать сюжету. Ну, вот такой по правилам, что называется. У нас все монтажеры, вот в прошлом году мы привезли из Германии очень хорошего монтажера документального кино, который помогал студентам тоже понять. У нас работает Ивана Лебеденко, который работает, там, с хлебником, с сануги-марккалосными режиссерами. И они совершенно не важны, это правильные спектры, или неправильные. Ивана Лебеденко. И она устала, что в будущем предложения у него нет, в百аж для Quelог Environmentalolutции, которые они учеем. чтобы они рисковались на их сроках. Они рисковались, не по-другому, как они также рисковали в «Быдьев сфер» в каждой муковой межели. Но они рисковались в письме, что они рисковались в «Быдьев сфер» на работу в «Вамай». Все остальные элементы, они, в общем, мешают эту металлическую цепочку. Кстати, вот один из запретов, это что касается операторского мастерства, кроме штатива, запрет на штатив, запрет еще на зум объекции с переменным фокусом. Не потому что сам по себе зум плох, а он для молодого начинающего режиссера-оператора очень много неряшливости, когда он пользуется зумом. Поэтому, хотя на маленьких камерах по определению стоит зум, но зумом надо пользоваться как дискретными объективами. То есть надо или подойти, или отойти, но не пользоваться ни длиннофокусным, ни широким с одного места. Тем более, это еще и наше уважение к снимаемому человеку, потому что у нас запрещена съемка с картой камеры, человек должен знать, что его снимают. Как бы ты его не снимал, ты можешь снять его в ужасном состоянии, дальше ты убеди его, что этот кадр тебе нужен, но не снимай его тайком. Поэтому лучше подойти и снять человека, нежели работать на него длинным объективом. Тем более, вот этот раз фокус, который за спиной после длинного объектива, который так любят студенты младших курсов ГИК, это уже другой курс. Продолжение следует... Ага. Это более отдельные опыты есть в детской школе которые связаны со стороны, что это не проблема, поэтому нужно работать в зуме. Это, Это очень важно для царевых людей. Если мы хотим общаться с людьми, то нужно общаться с физикой. Это также какая-то мое удовольствие, что мы получим для мужчины, когда мы общаемся с людьми, мы общаемся с физикой. И что-то, что мы не можем общаться с людьми, что мы не можем общаться с людьми. В фильме «Последний лимузин» герой обращается в камеру и говорит, вы же к нам еще придете. В связи с этим у меня вопрос о возникновении и окончании отношений между героем и вашими студентами-режиссерами. Как они ищут, находят своих героев, как герой мотивируется, чтобы они даже остались там жить. Как я понимаю, мне кажется, что такая огромная мотивация должна быть, вселенная у них. И потом остаются ли ваши студенты в контакте с героями, либо окончаются. Вы можете начинать сначала. То есть, что вы будете начинать с начала? В этом году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Даша 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 В этом фильме не может быть предупреждены в отношениях между героями. Таким образом, этот фильм уникальный, действительно, по отношениям между режиссерами и героями. Там очень много разошлось. Этот фильм-концер оказался фильмом-концер для акробума производства. Он оказался фильмом-концер для режиссера. Вот это очень объединило их всех. они были на похоронах они все смотрели фильм этот фильм посмотрели все эти цеха где мы снимали они плакали на арт-дог-фесте такой главный фестиваль отечественного кино в москве ползала было занято рабочими завода зилой они плакали потому что это первый раз сейчас я слышу когда все сказали вы рассказали про нас правду это действительно была такая горькая правда про все они до сих пор показывают вот сейчас будет юбилей завода которого нет они попросили нас сделать диски в огромном количестве которые хотят нас дать это для них вот какое-то очень ценное свидетельство поэтому они остались очень благодарны режиссеру это было очень серьезно и с помощью агентства, который в моноанных храме, это очень особенно, потому что, в этом мире, это санкциональный фильм, это санкциональный фильм, но это санкциональный фильм и последний фильм, который вовсе ушли. И женщины санкционами они доходили на аваруиа и после этого они все были в опыте выборах и они там. и они уникали там. И этот связь с этим продолжается сейчас, потому что они сейчас очень... Они очень сильно уникали работу. И они сделали работу на этот слет. И сейчас они уникали что-то... ...минутно, что уже не было. И они попросили... Это очень часто отношения с героями, какими-то длинными они не были, кончаются с последним нажатием кнопки. В последнее время, Кабидан стал последний момент. Никто не знает. Я все время прошу студентов и себя тоже, я снимаю все реже, потому что студенты занимают большое время, больше времени понимать. Сейчас Инна снимает кино здесь, и я ее спросила, у тебя есть конец уже? И она сказала, что есть ожидаемый конец, но она себя ненавидит за то, что ожидает конец. Будет ли это к концу фильма, непонятно. И это на уровне чувств определяется. Вот у той же Леры Германики было очень хорошее ощущение, что она слила конца. Я помню, она мне позвонила как-то в 4 часа утра и заключала, у меня есть конец. И бросила трубку. Это то, что вы должны почувствовать. Этого нет никаких правил. А вот на этом замечательно, да? Помните, что правильно он сидит. Я вообще не понимаю зачем он сидит. Я ответил на вопрос. А вот на вопрос, я ответил, что я ответил. Как мы решили, что мы решили, что это будет выполнять? И как он выполняет? Это очень сложная вопрос. Иногда мы не знаем, как он выполняет, как он выполняет. Марин говорит, что у вас есть подростка. ... Завтра в 7 часов мы начинаем показ четырех фильмов нашего студента, то есть продолжаем показ, в том числе будет замечательная работа Инны, которую она съела в школе еще. Вот она так сидит, вот она так и будет красиво сидеть. И завтра вам будет с кем поговорить. Я тоже постараюсь присутствовать. Буду, естественно, здесь, потому что вы увидите замечательное студенческое кино. Вы можете задать конкретные вопросы, как выстраивались, какие проблемы были у студентов, потому что я как бы, ну, со студентами от начала до конца все равно, когда они делают, когда учатся кино. Я с ними тоже учусь что-то понимать. Завтра мы продолжаем в экране. Мы продолжаем в экране. Мы продолжаем еще четыре сантиметра студентов. В этих экранах есть сантиметра из Инна Лесина, который выключает к этому. Вы можете также поговорить с Инна, и с Марина, и с Марина, и с Мерина. Вот только что я хочу сказать и отметить, что в экранах не будет здесь, но не в тайге, в экранах, который называется «Биробиджан». Ак-дудо-еври Хамеш, за того, врачам, приходят подниматься им в этом человеке, на Facebook, за того, кто не понимает, не иврите, я просто скажу, что завтра мы показываем фильмы не здесь, а в месте, которое называется Биробиджан, по адресу Ак-дудо-еври 5, приходите.